При археологических раскопках в 2017 году на Скиросельском могиле был зафиксирован примечательный случай раневой баллистики. Так, при разборе мужского костяка в парном погребении Золотой-Рдвинского времени было зафиксировано проникающее ранение стрелой. Железный наконечник был обнаружен в головке левой бедренной кости погребенного. Можно дальше? Значит, упомянутое мужское погребение входило в состав условной семейной группы, состоящей из двух погребений, мужское и женское. И, согласно данной стратеграфии, женское погребение было закоронено позже, чем мужское. Можно вот сюда, да. Сейчас я немножко опишу каждый из костяков. Значит, погребение номер 6, мужское. Оно принадлежит мужчине, 40-50 лет ему могло быть по зубам было определено. Значит, тело погребенного было вытянуто и лежало на спине. Правая рука согнута, правая ладонь лежит на правом плече, левая ладонь лежит на животе. Что касается материала инвентаря, можно дальше? Ой, что-то случилось? Ладно, не страшно. Но сопроводительный инвентарь включал в себя железный топор со круглым обухом, 4 наконечника стрелы, 5 застежек фибу, костяную накладку, возможно, от колчана. Значит, кремень кресальный, камень точильный, 2 ременные пряжки и железный нож. А, ну еще к кресалу, да. Можно назад? Вот, до сюда. Значит, погребение номер 7 принадлежало женщине возрастом от 35 до 40 лет. Тулощадь погребенной была повернута вправо, в сторону мужского погребения. Она лежит на боку, ее ноги согнуты, руки тоже согнуты и подогнуты к лицевой части черепа. Что касается ее, можно дальше. Вот, ее инвентарь включал в себя, значит, 3 бронзовых щитковых персня, 17 застежек фибул, 2 лопастных сульгамы, бронзовую подвеску в виде восьмерки, значит, цепь, остатки цепи серебряной и желудовидную подвеску тоже серебряную, ну и прясанца керамическая. Значит, обнаруженное погребение относится к погребальной обрядности морбы Тирхан, характерной для золотардынского времени, 13-14 лет где-то. Вот, и, значит, уже перейду к теме. Значит, интересующий нас наконечник стрелы был обнаружен в тазобедренном суставе левой ноги. Стрела вошла со стороны большого вертела, шейку бедренной кости и застряла в головке левой бедренной кости. Значит, сопротивление костного материала было намного больше, чем плотность скрепления черешка стрелы с древком при попытке ее излечения, поэтому, скорее всего, данная операция была безуспешной и она, в принципе, осталась в кости. Но еще это может свидетельствовать о том, что в окружении погребенного не было никакого инструментария, которым можно было бы ее достать. Вот, можно? А, нет, тогда выставь дам, покажите. Значит, данное ранение, по нашему мнению, привело к смерти погребенного. Вообще, есть идея, что баллистическое ранение шейки бедра и тазобедренного сустава – одно из самых опасных ранений и одно из самых тяжелых ранений, так как оно обусловлено одновременным ранением органов таза и глубоким положением самого сустава, который окружен мощным слоем мышц, в глубине которых довольно-таки легко возникает и развивается гнилостная гнойная инфекция. Но также такое ранение может быть осложнено еще тем повреждениям, расположенных рядом нервных стволов, что вызывает тяжелый шок, но и тоже приводит к смерти. Можно дальше? Значит, обнаруженный наконечник – железный с листовидным пером, плавно переходящий в площадке черешок без упора. Бруденко – это тип А11, он датирует его широким периодом XI по XIV век. Значит, подобный тип наконечника встречается в Волгарском городище, на Беляргском городище, на Золотаревском, но более близкий экземпляр был обнаружен нами в западной части Сеичи Чахна, тоже у Руденко, и он датирует его XI-XIII веком. Еще стоит отметить, что данный наконечник, он использовался в качестве охотничьи промыслового. Вот, можно дальше? Значит, анализ ранения показывает, что стрела вошла в область тазобедренных суставов под углом 40 градусов по отношению к оси левой бедренной ноги. Ну, данный тип ранения, по нашему мнению, не мог быть получен в положении стоя, поэтому мы думаем, что убитый во время ранения находился на лошади, верхом на лошади. И, значит, направление проникающего ранения соответствует положению бедра при облегченной посадке всадника. Значит, облегченная посадка всадника, она применяется на прибавленных аллюрах, чтобы не мешать рабою со спиной мускулатуры. К облегченной посадке всадник приходит из нормальной посадки, когда он прибольно в более сильном прогибе поясницы, и связанным с этим продвижением вперед средней части тела наклоняет вперед туловище. При этом следует отметить, что вес тела в большей мере он передается на передний край седалищных костей, а также на бедра и колени, которые для этого должны более сильно прижиматься к плотнеточной к лошади. При этом стреляющий, по нашему мнению, находился сбоку от лошади, и потому что стрела была выпущена под углом 75 градусов по отношению к движению к оси лошади. Так, дальше. Значит, мы попытались применить методику Коробейникова Метикола. Вот, значит, тут формула, звигра. Вот, значит, мы учитывали габарит нашей стрелы, значит, у нее вроде бы длина 73 миллиметра, ширина 25 миллиметров, и она весит 15,15 граммов. И учитывая габариты обнаруженной стрелы, мы попытались рассчитать расстояние, с которым она была выпущена. Так, в первой формуле видна величина общей кинетической энергии при попадании в цель, которая равна... Мне не будут цифры говорить, но... Значит, скорость стрелы у цели составляет... Следующие цифры. Время полета стрелы... А, стоит отметить, что для скорости стрелы надо было учитывать вес полной стрелы, а так как ни древка, ничего не сохраняется, нам пришлось это все считать. Мы приняли во внимание указание источников, древнерусских и арабских. Значит, древнерусские источники говорят, что вес наконечника стрелы и древка относится 1 к 5, а по арабским источникам это соотношение равно 1 к 7. И из этого мы получили, что масса снарядов 6-8 раз больше массы наконечника, ну, которым мы располагали. Отсюда как раз эта скорость стрелы у цели составляла. Значит, время полета стрелы, оно, в принципе, для всех общее. Вот, можно съесть слайд. Ну, вот первая формула, это просто для удобства вычислений. Просто авторы советуют вводить этот член туда. В итоге скорость происходит с сетевыми определиться, как... Вот, значит, цифры есть. Потом мы считали ускорение торможения. Можно назад вернуть. Вот, скорость у цели составляет 22,25 по 38,5, можно вернуть. Ага, а скорость происходит с сетевыми определяется, как 22,3 по 38,7 метров на секунду. И из этого мы видим, что разница скорости у целей при сходе с сетевыми их почти нет. Вот, и при таких скоростях, при столь незначительном времени полета и работы, сила лобового сопротивления невелика. И, значит, ускорение торможения мы принимаем как постоянное. Можно дальше. И из этого мы получили дальность стрельбы. То есть стрела была выпущена от 13 до 21 метров. И, принимая во внимание, все вышесказанное, мы можем реконструировать обстоятельства смерти Пагаденова. Во-первых, в момент... Во-первых, в момент смерти он находился на ложке. И также он имел на себе набор вооружения, который мы здесь можем наблюдать. Значит, это железный топор со круглым опухом, который был на предыдущих слайдах. И четыре наконечника стрелы. Все это имеется в его погребальном инвентаре. Сложно также допускать наличие у него какого-либо защитного снаряжения, потому что оно не характерно для золоторбинского рентгенера. Значит, примерно он мог выглядеть так. И, по нашему мнению, он мог состоять в составе небольшого конного отряда мордвы-тирыха. Значит, нападение было совершено пешими лучниками, которые укрылись, устроили засаду лесистой местности, ну, для метко-упорожающего выстрела. Ну, такое расстояние как раз-таки мы посчитали 13 до 21 метра. Значит, обстрел нападавшимся велся практически сбоку, так как стрела, ну, мы уже об этом говорили, была выхищена под углом 75 градусов. Зафиксированные ранения свидетельствуют о меткости лучника, потому что довольно сложно попасть сюда, в такое место. И еще надо учитывать, что он не был профессиональным лучником, воином, профессиональным воином. Об этом свидетельствует как раз-таки промысловый характер стрелы. Вот. И, скорее всего, мы имеем дело с локальным конфликтом между какой-то, одной из племенных группиров марк-виттер-хан со своими соседями, этнический состав которых довольно-таки сложно восстановить. Ну и данный конфликт, по нашему мнению, произошел в 2-й половине 13-го века или 14-го века. Все. Спасибо за договор. Вопросы? Можно? Насколько наконечник, найденный непосредственно в теле восстанка Увитова, соотносится с теми наконечниками, которые были найдены у него? У него в конечной двери нуждаются. А можно назад? Хорошо. Назад? Ну, наконечник. Там сразу, в принципе, видно это все? Разница? Нет, дальше. Там инвентарь был. Инвентарь, кстати. Назад, назад. Инвентарь. Вот. То есть, вот это стрелы его, вот эти, а это, которая у него была в тазоберном цитате. Ну, да. Срезень. Ну, не сразу видно разницу, потому что у него достаточно. Ну, это, понятно, что стрелы у него могут быть много. Четыре основных типа, которые могли ему принять. Ну, понятно, здесь с одним типом не соотносятся. Более того, все у него стрелы более-менее сделаны хорошо с упорами. Здесь есть вот справа даже срезень такой, есть лопатка, видный стрела. Вот такие уже, знать, формы, хорошо выкованы. А вот эта стрела, это промысловая стрела, в общем-то, без упора даже, с плоским черешком. Ну, это, конечно, такие же были. Ну, да, были такие. То есть, она инородная какая-то? Кто? Стрела, конечник, который базов... Именно широкое каждое время. Нет, ну, конечникам это все широко всегда. Это средний уровень. Спасибо. Я вопрос. Я вопрос. Знаете, очень интересно, конечно, супер. Такой вопрос не археолога. Могло ли это быть убийство, ну, например, или гонный почек? Ну, мало ли. Кто-то, скажем, переспал и вот месть вас. Или для раздравления. И второй вопрос, если я ему сразу говорю. Мог ли он в больном смерти находиться без своего пара? Почему сказали, что он был в этом жёлтой паром, когда его умерли? Ну, первый вопрос. Мы не знаем причину конфликта. Ну, вот, вы, по-моему, не менее очень хорошо его нарисовали. Ну, представьте, нарисовали картину. Ну, это старая картина. Просто так, она была для того, чтобы показать, как воин мог выглядеть. То есть беззащитным вооружением и со стрелами и с топором. Ну, это точно был воин, да? Нет, нет. Нет, я не говорю, что он был воин. Просто он мог быть в составе главного отряда. Ну, могли убить. С поливолом не почек. Могли, конечно, иди. Могли, иди. А Могли, он просто на чужую территорию вошёл, и мог убить. Можно, я скажу, я тоже не археолог, я просто хочу понять, как это всё-таки народческое, ну, то есть вот этот вот конечник, который найден у него, то есть всё-таки это не его соплеметики. То есть это кто? Мы не можем сказать, что он конечный пояс нас. Нет, я понимаю, но хотя бы можешь сказать, что это чужие, правильно? Нет, нет, нет. Нет, мог кто-то и свой. Да, могли бы там. Соседняя общая. То есть это могла быть, да? Соседняя деревня стоит. Да. Да. Да, вот там же могли бы выпитаться. Могли бы паши. Могли бы паши. Ну, в том состоянии кости не было. Там в очень плохом состоянии был сам сустав. Да, я понял. Ну, и плюс люди не думали, что он там есть, и кость разломалась. Дело в том, что на тот момент изъятия неконечника Ксения Николаевна отправилась домой отдыхать. И люди провели непрофессионализм, за что потом были наказаны. Далее. Можно ли судить, что... На самом деле там сохранный вопрос. Немножко именно к сохранности гостей вопроса. Можно ли судить, что Биена был в профессиональном усаднике? То есть, есть ли искривление гостей, как тянущий, он постоянно в седверху как бы? Или это, может быть, как факультативный садник, непостоянный? Я скажу честно, мы не изучали этого. Но в любом случае, тазовый кост в очень плохом состоянии, скорее всего, не искривление. Нет, а искривление в афтографе тоже видно незаметно. Но особо искривления нет. То есть, сказать, что он был в постоянном усаднике, например, как сын, членов, то есть дочерники, да? Ну, дело в том, что это вполне рядовое покрепление. То есть, оно не имеет статуса воинского. То, что воинское покрепление у нас в основной экспозиции, там статус воином просто там выбивается и вообще подходят к мужским покреплению. А здесь вполне нормально общинник, который, конечно, мог и воевать. Но, конечно, статус профессионального воина или аристократа, который имел полный набор вооружения. А вообще воин, если вот так говорить, это человек, который имеет вооружение пику, топор и стрелы. Вот если одного из этих элементов покрепения нет, мы его воин считать автоматически не можем. А вот то воинское покрепление также, наверное, не осудить, насколько он был профессионалом университетом. Насколько вот развитие конно... Ага, это хорошее замечание, просто надо изучить степень истребления по возрастным категориям. На самом деле это замечание очень-очень хорошее. Еще вопросы? Нет, я тебе скажу, что на самом деле такой случай является универсальным...